всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал и сегодня мы с вами приготовим кабачковую икру как в советском союзе рецептом кабачковой икры поделилась моя тетя рецепт она взяла из старинной советской книги это очень вкусно мы уже продегустировали ссылочку на наш мукбанк канал оставляем вам внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами также кто еще не знаком с нашим семейным каналом совсем недавно мы переехали в турцию все эти замечательные рецепты снимаем для вас из нашей турецкой квартиры ссылочку на семейный канал оставляем внизу в описании переходите знакомьтесь добро пожаловать будем рады видеть каждого из вас ну а сейчас оставайтесь со мной и вам подробно расскажу как приготовить вкуснейшую кабачковую икру советских времен мы начинаем чтобы приготовить вкуснейшую икру из советских времен по рецепту из старой книги нам потребуется полтора килограмма кабачков вот такие замечательные молоденькие которые чистить я не буду пол килограмма моркови один килограмм томатов и пол килограмма репчатого лука уже в очищенном виде также нам потребуется две столовые ложки сахара столовая ложка с горкой соли и две столовые ложки девяти процентного уксуса также нам потребуется небольшое количество растительного масла чтобы обжарить каждый овощ по отдельности для начала нам необходимо все овощи нарезать кубиками и так для начала нарежем кабачки от кабачков срезаем несъедобные части с двух сторон все остальное нарезаем кубиками кубиками нарезаем не очень мелко поэтому станком я сегодня не пользуюсь вот так примерно сантиметр на сантиметр начало на пластинки мы нарезали потом на полосочки и теперь поперек разрезаем получаются у нас кубики со стороной примерно один сантиметр вот на такие кубики нарезаем полностью кабачки сейчас таким образом нарежу полностью все кабачки затем вернусь к вам и расскажу что делать дальше кабачки я все нарезала вот такое количество у меня получилось пока убираю в сторону далее на очереди у нас морковь точно таким же способом я нарезаю морковь сначала разрезаю на пластинки толщиной до 1 сантиметра 7 8 миллиметров это нормально далее разрезаю на полосочки затем разворачиваю и нарезаю вот такими кубиками таким образом полностью поступаю со всей оставшейся морковью если морковь чуть шире соответственно на три части вот так разрезаю затем поперек и режем на кубики все я таким образом буду сейчас развлекаться с морковью чуть позже расскажу что делать дальше с морковью я тоже справилась вот такое количество пока убираю в сторону далее на очереди у нас помидоры помидоры разрезаю пополам так чтобы плодоножка оставалась с одной стороны вот таким треугольничком срезаю плодоножку все остальное тоже режем на кубики толщиной сантиметр получается даже не кубики а вот такие брусочки таким образом сейчас полностью нарежем помидоры помидоры я тоже все нарезала пока выбираю в сторону все последние на очереди у нас лук лук разрезаю пополам прорезаю на полоски но не до конца толщиной также примерно один сантиметр и разрезаю примерно по 2-3 миллиметра толщиной поперек вот такие кубики у нас получаются таким образом полностью нарезаем лук лук я тоже нарезала все друзья все овощи у нас подготовлены можно приступать к обжариванию овощей кастрюлю либо казан устанавливаем на плиту зажигаем максимальный огонь отправляем на дно небольшое количество растительного масла так чтобы дно было полностью покрыто маслом ждем когда масло хорошо прогреется и так масло у нас хорошо прогрелась в кастрюлю отправляем кабачки обжариваем кабачки на максимальном огне до золотистого цвета не забываем конечно же периодически перемешивать чтобы кабачки внизу у нас не пригорели все друзья кабачки я обжарила до вот такого состояния посмотрите далее кабачки вытаскиваем чашку кабачки убираем пока в сторону они будут ждать своего часа сюда же в кастрюлю лучше это делать конечно в казани отправляем опять растительное масло и в кастрюлю отправляется морковь также как и кабачки обжариваем теперь морковь до мягкости морковь тоже периодически не забывайте перемешивать и так морковь у меня тоже обжарилась жарю морковь я на среднем огне и при помощи шумовки морковь тоже вынимаем обратно в тарелку как вы видите масло у меня в кастрюле осталось буквально маленькую капелюшку чтобы полностью дно было закрыто маслом и отправляем в кастрюлю лук лук также перемешивая обжариваем до золотистого цвета все друзья посмотрите на среднем огне лук я обжарила вот до такого состояния далее в кастрюлю отправляем помидоры хорошенько перемешиваем и обжариваем помидоры вместе с луком примерно еще минут десять на данном этапе газ можно опять увеличить до максимума все друзья томаты я обжарила вместе с луком дальше в кастрюлю обратно отправляем кабачки морковку все хорошо перемешиваем далее я временно отключаю газ и при помощи погружного блендера все это дело нам необходимо превратить в пюрешку все друзья посмотрите блендером я перемолола нашу с вами кабачковую икру далее добавляем сюда две столовые ложки сахара одну столовую ложку соли а также две столовые ложки в девяти процентного уксуса все хорошо перемешиваем включаем опять газ дожидаемся когда наша икра закипит с момента закипания уменьшим газ до минимального и на минимальном огне теперь увариваем нашу кабачковую икру в течение часа смотрите как только она начала до хулиганить закрываем крышкой и на минимальном огне теперь увариваем нашу кабачковую икру в течение часа и так друзья прошел у нас ровно час периодически я открывала крышку и перемешивала нашу икру. Икра отлично уварилась. Посмотрите, какая аппетитная получилась икра. Дальше все, что нам необходимо сделать, отправить ее в стерилизованные банки и закатать. Отключаем газ и пойдемте к столу. Итак, друзья, банки я стерилизовала в духовке. Чистые банки отправила в холодную духовку, разогревала духовку до 160 градусов. Как только духовка разогрелась, стерилизовала банки в течение 15 минут. Что касается крышек, то их я кипятила в сотейнике после закипания в течение 10 минут. И теперь, используя воронку с широким горлышком, используя половник, заполняем банки до полного и закрываем стерилизованными крышками. Воронку перекладываем на другую банку и закрываем. Далее одной рукой банку придерживаю, второй рукой закручиваю крепко и переворачиваю банку вверх дном. Точно так же сейчас поступлю с другими банками, пока у нас полностью не закончится икра. Чуть позже скажу, сколько в итоге банок у меня получилось. Банки у меня объемом 600 миллилитров. Итак, друзья, из такого количества ингредиентов у меня получилось ровно 4 600 граммовые банки икры. Дальше горячую икру мы накрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре на столе до полного остывания. Чуть позже одну баночку мы с вами откроем, продегустируем. Еще раз покажу, как это аппетитно выглядит. Друзья, посмотрите, вот такая аппетитная классная икра у меня получилась. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать ее на нашем мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова!